В сентябре кумертаусцам предстоит в очередной раз выбирать депутатов, пока предвыборная кампания идет своим чередом. Так, накануне в городской мэрии прошел семинар совещаний по организации выборов в Салаватском избирательном округе. В эфире сюжет с подробностями этого мероприятия. Выбирать депутатов Госдумы 7-го созыва, равно как и депутатов Совета городского округа, кумертаусцы будут 18 сентября. До этого времени должен пройти ряд этапов избирательного процесса. Так, сейчас уже завершилось выдвижение кандидатов, идет проверка собранных документов. Это время Центральный избирком Башкортостана посчитал удобным для проведения семинара по организации выборов в Салаватском округе. Совещание провели в стенах кумертаусской мэрии, поскольку на территориальный избирком городского округа возложены обязанности окружной комиссии по Салаватскому округу. Участие в совещании принял и председатель Центрального избиркома республики Хайдар Валеев. Он в своем обращении сделал особый акцент на строгом соблюдении буквы закона. Мы с вами перед выдвижной регистрацией самые улыбчивые люди. Мы должны были встречать наших кандидатов, везде вы принимали документы. Если где надо, мы их должны подсказывать. Но все эти дела должны делаться только в рамках закона. Основные задачи – явка избирателей и публичность информации о ходе выборного процесса. Это подчеркнул в ходе своего выступления на семинаре глава администрации Кумертау. Сити-менеджер также подчеркнул, что для этого необходима слаженная командная работа. О том, что городской округ способен на это, свидетельствует работа управленцев в целом. В пример была поставлена на работа по уходу Кумертау от монопрофильности экономики и приобретению статуса территории, опережающего социально-экономического развития. Мы одни из передовых моногородов из 319, которые уже приближаемся к этому статусу. Сегодня наша команда управленческих кадров проходит обучение в Сколково. Пять человек обучаются и по итогам нашей работы будет защищена программа стратегии развития города Кумертау. Председатель территориального избиркома в свою очередь доложил о ходе избирательной кампании, кандидатах, подавших документы и работе комиссии в целом. Сейчас идет проверка документов кандидатов. Их регистрация завершится 3 августа. Предвыборная агитация в средствах массовой информации начнется за 30 дней до голосования. На сегодняшний день агитация или агитационные какие-то материалы могут быть только в виде листовок, но эти листовки должны быть правильно оформлены. После основной части семинара участники разошлись по профильным совещаниям. На них предметно обсуждалась работа секретарей и председателей избиркомов. Напомню, выборы депутатов в Госдуму и Совет городского округа Кумертау пройдут 18 сентября. Не зря на территориальной бюджетной комиссии городского округа города Кумертау возложены обязанности окружной комиссии по Салаварскому округу. Мы считаем, что один из опытных комиссий. На них особые обязанности возлагаются. Но, тем не менее, мы думаем, что комиссия справится. Городской округ Кумертау принял коллегию Минэкономразвития Башкортостана. На ней собрались представители ряда районов и городских округов республики. В первую очередь, это ведущие экономисты территории. Был представлен ряд показателей отдельно по муниципалитетам и республике в целом. Даны рекомендации по антикризисному планированию. Подробнее в сюжете. Кумертау в качестве площадки для коллегии Минэкономразвития Башкортостана выбран не случайно. Именно городской округ неоднократно ставился в пример в части развития инвестиционного потенциала. Именно в этом направлении должен двигаться каждый район и городской округ, считает Министерство экономического развития. Это неоднократно озвучивалось на коллегии ведомства, которая прошла в минувшую пятницу 22 июля. Дистанционно по видеосвязи открыл ее работу премьер-министр правительства Башкортостана Рустем Марданов. Он задал общий тон работы, обозначил направление, которым необходимо уделить особое внимание. Это, например, предметное объективное планирование, антикризисные меры, инвестиционная активность. Не случайно вы находитесь в городе Кумертал. Вот эта деятельность по стимулированию инвестиций наилучшим образом, наилучшая практика реализована в рамках деятельности по развитию моногородов. К Кумертал к ним относится. В свою очередь министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков сообщил об итогах работы министерства за минувшее полугодие и более предметно расставил акценты на приоритетных направлениях. Отчитались по ряду важных экономических показателей и представители некоторых районов и городских округов. И спрашиваю я, по крайней мере, из сотрудников Минэка, и мы выстраиваем работу по другим госпрограммам, только за то, что за вами закреплено. Не нужно сегодня там говорить отчеты, там процесс, мы провели процесс ради процесса. Есть показатель, что сделано, какой результат. Доложил о социально-экономическом положении по итогам первого полугодия и глава администрации Кумертау Борис Беляев. Сити-менеджер поделился опытом в части ухода экономики от монопрофильности и взаимодействия с Фондом развития моногородов. В течение 2015 года и в текущем году мы проводим достаточно активную администрационную политику. Работа с Фондом развития моногородов уже дает положительные результаты. И за первые полугодия текущих годов получено более миллиарда рублей. И инвестиции создано более 200 новых рабочих мест. В завершении выступления Борис Беляев поблагодарил министра за оказанное содействие и вручил сувенирный сосуд с маслом из первой партии нового завода в селе Маячный. Кроме прочего, на коллегии принятые меры по развитию экономики озвучили представители Янаульского, Шаранского и Буздягского районов. После заседания министр экономического развития и глава администрации Кумертау провели короткий брифинг с прессой. Откуда такая любовь к Кумертау? Я не могу сказать, что это любовь. Это, наверное, просто дань уважения тем людям, которые напряженно трудятся, которые хотят достигать результата. Мое личное убеждение, такие люди заслуживают и уважения, и поддержки. Здесь эффективная администрация, которая ориентирована на результат, добивается его. И об этом уже свидетельствуют те промежуточные итоги, которые сегодня демонстрирует экономика города. Что означает вот эта коллегия, для чего она нам? Нам доверяют, на нас делают упор, и то, что нас очень хорошо поддерживают. Для нас это важно. Сегодня мы видим и чувствуем эту поддержку республики в лице Министерства экономического развития. Завершилась коллегия экскурсии на маслоэкстракционный завод в селе Маячный. Членам коллегии продемонстрировали, как на деле реализуется инвестиционный потенциал городского округа. Кумертауская прокуратура организует проверки соблюдения трудового законодательства на городских предприятиях. Мы продолжаем контактировать с надзорным ведомством. Подробности узнаем у помощника прокурора Ирины Кочетовой. Она у нас на связи. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Расскажите, на что прокуратура обращает особое внимание в ходе подобных проверок. Здравствуйте. Наиболее усиленное внимание уделяется вопросам своевременности выплаты заработной платы. Ирина Сергеевна, есть ли предприятия, которые имеют долги и какое наказание последует для их руководителей? По итогам шести месяцев в прокуратуре города выявлено на территории города Кумертау четыре предприятия-должника, имеющих задолженность по выплате заработной платы работникам. Задолженность составляла более четырех миллионов рублей. В результате прокурорского вмешательства около трех миллионов уже погашено. Так, мерами прокурорского реагирования 12 руководителей были привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.27, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях. Всем назначены наказания в виде штрафов. Один из руководителей был привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 4, статьи 5.27. Кодекс об административных правонарушениях – это именно за повторное нарушение трудового законодательства в части выплаты заработной платы. Санкции данной статьи предусматривают в том числе такой вид наказаний, как дисквалификация. Но мировым судом было принято решение в первый раз ограничиться наложением административного наказания в виде суммы в 10 тысяч рублей. После прокурорского вмешательства кто-нибудь погасил долги? Как одним из примеров, можем привести выплаченную задолженность на таком предприятии, как МОП «Локомотив». Перед 118 работниками данная задолженность была образована в феврале 2016 года на сумму более 1 миллиона рублей. Работникам энергоконтракт в январе также в результате прокурорского вмешательства было выплачено около 900 тысяч рублей, причитающихся к выплате в виде заработной платы. Ситуация находится на контроле у прокуратуры города постоянно. В настоящий момент остался у нас в качестве предприятия должников МОП «Стройзаказчик». Задолженность по заработной плате составляет более 1,5 миллионов рублей. Прокуратурой изучается финансовое состояние предприятия, исследуются все заключенные гражданско-правовые договора. В настоящий момент предприятие находится в поиске инвестора, участвует в конкурсах. То есть на данный момент еще имеется реальная возможность погасить имеющуюся задолженность. Все судебные приказы, вынесенные по инициативе прокурора в отношении «Стройзаказчика», направлены на принудительное исполнение в службу судебных приставов. Счета предприятий арестованы и при ближайшем поступлении денежных средств все денежные средства будут распределены между работниками пропорционально их суммам задолженности. Спасибо за ответ. Я напомню, что на связи с нашей студией была помощник прокурора города Кумертау Ирина Кочетова. Лето, молодежь, заниженные автомобили, громкая музыка. На минувшей неделе в Кумертау на территории развлекательного комплекса прошел фестиваль автолюбителей. В этот день кто-то демонстрировал свою, а кто-то смотрел на чужую прокачанную технику. Концепция фестиваля зацикливается на направлении низких автомобилей Республики Башкортостан и близлежащих регионов. На выставочной хоне были представлены стенс-проекты, рестопроекты, а также стиль «Без посадки, авто нет». Подробнее о номинациях нам рассказали организаторы фестиваля. Стенс – это главное внешний вид. Также посадка, красивые диски, ну и такое покрытие лакокрасочное, чтобы было хорошее. Бепан – это занижение, это самое главное занижение, и как бы там больше ничего и важного нет. Ну а рест – это сам кузов, как бы со времен Советского Союза. Занижение клиренса автомобиля в последнее время набирает особенную популярность среди молодежи. Поэтому множество автомобилей были представлены в номинации Бепан. Всем известно, что для простого занижения пилится пружина, а вот для достижения максимальных результатов проводится целая работа по переоборудованию и переделке кузова, а также ходовой части автомобиля. Кто-то просто попилил пружины и угрожает. Ну, грубо говоря, это такое слабое завершение, ценно-бюджетное. Это некомфортное было, и, ну, может, не настолько даже безопасное. Кто-то заморочил себе, да, все хорошие на стойке, а то уже отдал какую-то такую сумму, малую. Это уже комфортнее езда, это уже езда как на таком, ну, как на стоком автомобиле, только езда уже в низком положении. А кто-то поставил мне подвеску, это самый такой безопасный, как бы, вид занижения. На фестиваль съехались автолюбители со всех уголков Республики Башкортостан и не только. Посетили мероприятие и гости из Оренбургской области. Мы приехали из города Баймак, нас трое, это Приора 14-я и Вагон 11-я. Все равно плохо, организаторы тоже все так организовали. Мы вчера приехали, нам организовали жилье. Я участник этих фестивалей уже несколько раз. Это мы были в Оренбурге, в Оренбурге пару раз приезжали, тоже участвовали, то есть делились, скажем так, своими проектами, машинами. Мероприятие проходило под музыку специально приглашенного диджея, а также ведущего, который проводил различные конкурсы среди участников и зрителей. Закончился же фестиваль, конечно, награждением. Призерам были вручены грамоты и памятные сувениры. На прошлой неделе в Стерлитамаке прошли финальные соревнования 24-х сельских спортивных игр по футболу. В турнире участвовало 9 сильнейших команд из районов Башкортостана. В числе участников Уфимский, Чешминский, Бураевский, Салаватский, Илишевский, Стерлитамакский, Хайбуллинский, Кормоскалинский и Куиргазинские районы. Команды были поделены на две подгруппы. Куиргазинский район попал в группу Б. Довольно уверенно, куиргазинцы в своей группе заняли первое место, обыграв своих соперников со счетом 4-1, 3-1 и 5-1. С хорошим настроением команда подошла к финальной игре, которая состоялась 24 июля. Соперником стали чешминцы, которые в свою очередь победили в группе А. На финальной игре присутствовал и глава администрации куиргазинского района Ахат Кутлуахметов, который поддерживал футбольный клуб. В трудном единоборстве куиргазинская команда одолела соперника благодаря единственному голу Рустама Саадатова, забившего в середине второго тайма. Чемпионов наградили кубком, медалями и дипломами. Также благодаря выигранному турниру команда получила право выступления на всероссийских спортивных играх по футболу, которые пройдут в сентябре в Краснодарском крае. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.